Как малоросы встречали своих шведских освободителей от московского ига? В 1706 году, захватив Польшу, шведы начали вести переговоры с турками о военном союзе против русских, что придавало шведам уверенности в себе. И вот в январе 1708 года Карл XII двинул свою армию на Россию. Петр I пытался начать мирные переговоры, предлагая территориальные уступки, однако Карл решительно отверг все предложения. Он желал одного – разгромить русскую армию, захватить Москву и стать еще и русским царем. Когда шведы вошли в Малороссию, они пытались представить себя как освободителей, но население встретило их с саботажем и партизанской войной. «А по лесам, собрася, компаниями ходят, и шведов взяло много мьют и в лесах дороги зарубают», – так доносил Меньшикову офицер Бартенев. Карл считал, что война должна сама себя кормить, и одобрял отъем всего полезного у населения с применением жестоких мер, устрашение к тем, кто не желал расставаться со своим домом. Так происходило по всей Малоруссии. Несмотря на листовки, заверявшие местное население в том, что шведы несут европейский порядок и свободу, взамен московскому игу, малорусы бежали от желто-синих и по возможности уничтожали их. На саботаж и сопротивление шведы отвечали массовыми казнями. Вот цитата из книги шведского историка Адлерфельда. 10 декабря полковник Фунг с 500 кавалеристами был командирован, чтобы наказать и обезоружить крестьян, которые соединились в отряды в различных местах. Фунг перебил больше тысячи людей в маленьком городе Терея и сжег этот городок. Сжег также Дрыгалов. Он испепелил также несколько враждебных казачьих деревень и велел перебить всех, кто постричался, чтобы внушить ужас другим. В результате ни один маломальский значительный населенный пункт в Малоруссии не сдался шведам без боя. И каждый раз шведы платили совсем немалую цену за свою, так сказать, освободительную миссию. Например, при штурме маленького городка Веприка шведы потеряли 1200 человек убитыми, целый пол. При этом никаких крупных столкновений не происходило вообще целый год. Весной 1709-го 35 тысяч шведов начали осаду Полтавы с целью создать в Полтаве опорную базу для наступления на Москву. В Полтаве стоял гарнизон из 4000 солдат и 2500 вооруженных местных жителей под командованием командира Тверского пехотного полка Алексея Келина. С наскоку шведы не прорвали оборону и стали подкапывать валы. Но русские строили новые валы внутри города и делали неожиданные выноски. Полтава никак не бралась. Меньше кого удалось перебросить в город отряд Головина численностью около 1000 человек и довольное число муниции. Шведское командование предложило Келину сдать крепость, обещая почетные условия капитуляции, а в противном случае угрожая истребить всех, включая мирных жителей. В ответ 2 и 3 июня защитники Полтавы сделали две сильные вылазки, во время которых было захвачено 4 шведских пушки. Тем временем русские войска стягивались к городу и шведы рисковали оказаться в окружении. В начале лета к Полтаве прибыл сам русский царь, начавший готовить генеральное сражение. Карл решил во что бы то ни стало взять Полтаву, прежде чем дать решающий бой Петру Первому. 21-22 июня шведы под бой барабанов и под развернутыми желто-синими знаменами пошли в атаку. С ними бились все жители Полтавы, старики, женщины и дети. Все сражались рядом с солдатами и казаками. Когда закончился порох, они дрались дубинами и вилами, осыпая шведов градами камней и отбили атаку. Шведы отступили от городских валов, оставив на них 2500 убитых. Так Полтава три месяца держала Карла на одном месте. За это время Карл потерял 6000 солдат в пятую часть своего войска и стащил запасы пороха, свинца и провианта. А Петр тем временем успел подготовиться к решительной схватке Полтавской битвы. Вот так малоросы встречали своих освободителей. Надо отметить, что часть низовых запорожцев под командой Константина Абердиенко, который был против Москвы, тоже воевала на стороне Карла. Под Полтавой шведы использовали их как снайперов для охраны пленных и на рытье траншей с подкопами, выдавая за день работы по 10 копеек на человек. За эту измену запорожская сечь была захвачена русскими, 156 гордейцев казнены. По пути к сече русские уничтожили городок Переволочно, убив там около тысячи сторонников Карла. В этом походе участвовали как малороссийские казаки, так и петровские войска. Как же поступили шведы с казаками, служившими им? После Полтавской битвы они, не задумываясь, выдали всех этих изменников, находившихся среди шведов, Петру Первому. И судьба их была так же печальна, как судьба гордеевцев. Таким образом, подавляющее большинство населения Малороссии было против шведов. Поэтому измена Мазепы никак не представляет интереса народа, ведь именно интересами народа Мазепа и его последователи мотивируют это предательство. Нет, это были интересы самого Мазепы.